Мы долго думали, о чем можно поговорить в канун Нового года. И как нам кажется, мы придумали очень свежую, а главное, новую идею. Мы поговорим про Новый год. Макаревич. Цветков. Кофе. Варвара, расскажи мне, с чем у тебя ассоциируется Новый год? Ёлки, мандарины, оливье, обращение президента и бесконечные концерты по телевизору с каким-то невероятным количеством мишуры во всех смыслах этого слова. Вот и давай с тобой пройдемся по пунктам. Чем отличается Новый год в Америке от Нового года в России? Ну, мне кажется, что в некоторых штатах тотальным отсутствием снега. Совершенно верно. А еще меньшей концентрации звезд на один миллиметр телеэкрана. Вы много раз, наверное, видели голубой огонек. А некоторые, не будем показывать пальцем, даже в нем снимались. Да уж покажи. Так вот, там артисты собираются в одном месте, распевают шампанское, стреляют хлопушками, слушают и танцуют под песни друг друга. А в США это происходит несколько другим образом. Ты знаешь, я сейчас поняла, что я ни разу не смотрела здесь Новый год по телевизору. Ну, во-первых, здесь каналы и платное телевидение – это дорогое удовольствие, поэтому, пожалуй, я себе его лишу. А вот если бы ты посмотрела, то ты бы увидела, что все артисты включаются в прямой эфир по всей стране. То есть, скажем, Бейонсе, например, в Нью-Йорке, Imagine Dragons в Лос-Анджелесе. У зрителей будет возможность увидеть любимых артистов в одном телеэфире, но кто-то из них будет включаться, скажем, с площади Тайм-сквера из Нью-Йорка, а кто-то с Голливудской аллеи славы, кто-то из Лас-Вегаса, как, например, Бритни Спирс во время празднования 2018 года, наступления 2019 года. Это, кстати, мне кажется, легко объяснить тем, что США гораздо более федеративная страна, то есть большое количество городов, в которых инфраструктура позволяет проводить подобные масштабные включения. Да и люди, и звезды именно благодаря развитой инфраструктуре живут в совершенно разных городах, а не сконцентрированы в каком-то одном столичном городе. Вот как раз про концентрацию хочу заметить, тоже в тему, да, ты сказал про поздравления президента и бой курантов. В Америке в каждом штате есть свое собственное событие, которое ознаменует для его жителей наступление Нового Года. Например, в Нью-Йорк каждый год 31 декабря в 23.59 по местному времени шар спускается с 23-метровой высоты по особому флагштоку. Нижней точки шар, соответственно, достигнет в полночь. Кстати, забавно, что слава этого шара, видимо, не давала покоя Чикаго. В Чикаго придумали свою фишку, очень похожую. Там в полночь не опускают, а поднимают, и не шар, а звезду. Правда, в этом году почему-то обойдутся только фейерверками. И вообще, конечно, не стоит забывать, что здесь Новый Год гораздо менее важный праздник, чем Рождество. И именно на Рождество люди собираются с любимыми, с семьей, в основном дома. Есть пара выходных, а вот на Новый Год как раз нет никаких выходных, кроме 1 января. Ну, зато американцы экономят деньги и не отъедаются оливками с оливье, как это делают в России. Ведь там действительно можно устать отдыхать, потому что фактически 7-8 дней отдыха есть, да, на зимних каникулах. Я вспоминаю, ты сходишь на кино, сходишь в кино смотреть, сходишь на каток, сходишь как всем друзьям в гости. Посмотрел все новогодние фильмы, все виды досуга испробованы, а впереди еще 6 дней. Не переживай, в этом году ты должен быть на работе 1 января в 9 утра. Спасибо, что напомнила. Ну, да, здесь отдохнули на Рождество, отдохнули 1 января, и то не все. Все, а 2 работать. Я так в прошлом году вылетала из Москвы 1 января рано утром, потому что 2 мне нужно было быть уже в университете на занятиях. И особо салатов не поешь таким графиком. Кстати, вот о салатах. Селедки под шубой здесь ожидать, в принципе, не придется. А, да, и вопрос на засыпку у тебя. Где продается розовый майонез для селедки под шубой? Ты знаешь, мне всегда казалось, что цвет майонеза придает кровь селедке. Немножко мэнсплейнинга, как обычно. Собственно, о еде. О еде? А что американцы готовят? Хорошо, что ты спрашиваешь это у меня. Мне нравится, когда аккуратно адресал этот вопрос. Мне вот он и есть дружелюбный сексизм в действии. Ну, не, ну не сексизм. Ты просто поесть не любишь больше, чем я. Что тебе было бы приятнее услышать? Ладно, будем думать, что это сексизм. Я бы не сказала, что тут есть традиционные рождественские или новогодние рецепты. Да, готовят запеченное мясо, индейку, пироги. Важнее не то, что ты ешь, а с кем. Поэтому ты меня в гости не зовешь. В канун Рождества 24-го собираются с самыми близкими родственниками. С 25-го состав уже расширяется. Ну, а Новый год это скорее молодежный праздник для тусовки где-то вне дома. Причем мне очень нравится, как здесь решают вопрос с подарками. Чтобы не ломать голову, можно поиграть в секретного Санту. Это, кстати, переняли уже и в других странах. Тут все просто. Ты приносишь один подарок на вечеринку, и он достается кому-то буквально путем лотереи. И не нужно мучиться с выбором подарка для каждого гостя, особенно если на вечеринке много незнакомых. Я недавно еще слышала от коллеги про похожую игру, но там больше интриги. Все приносят по подарку и вытягивают номерки. Человек с номером 1 первым тянет любой подарок из-под елки. Он может его потрясти, подержать. Когда выбрал, распаковывает. Следующим тянет человек с номером 2, что логично. Он выбирает подарок из-под елки и затем может его или оставить себе, или поменять на тот, что в руках у предыдущего человека. И так все тащат по кругу, и в конце каждый остается с одним подарком. Тоже удобно, тоже удобно. Но тут еще тактика нужна, чтобы остаться с тем, что тебе действительно хочется. Ага, и при этом остаться вживую. Вообще, мне кажется, что нужно отмечать так, как тебе хочется. Хочешь, принаряжаешь елку, хочешь отмечать с друзьями, хочешь без них. Хочешь ешь индейку, хочешь оливье. Ты забыл еще иронию судьбы. Иван Васильевич меняет профессию. Ты ревердиф. Главное не жалеть о количестве съеденного оливье на следующий день. И как говорила Линда Евангелиста, я не сижу на диетах, я просто не ем столько, сколько хочется. С Новым годом! С Новым годом!